Давай я тебе отдам эти цветочки, а ты поздравишь маму с днем матери. Хорошо? Лучший подарок для мамы, чтобы ребенок был здоров. Особенно, когда ребенок болен спинальной мышечной атрофии. В Алтайском краевом психоневрологическом детском санатории появилось уникальное оборудование. Раньше такое было только в центральных и частных клиниках, куда ездили маленькие пациенты. Устройство позволяет стимулировать спиной мозг, тем самым помогая ребенку формировать движение. В спинном мозге есть зоны, которые стимулируют двигательную активность. И есть разные режимы работы данного оборудования. Оно помогает сформировать позу сидя, позу стоя. Кому нужно помочь в формировании ходьбы, двигательного стереотипа. Это токи разных используются при разных ситуациях, разные частоты, разные схемы. Сегодня в Алтайском крае живет около 30 детей со спинальной мышечной атрофией. Болезнь атрофирует мышцы. Без лечения и реабилитации ребенок теряет простейшие навыки. Тогда его ждет питание через трубку, вентиляция легких. Первые пациенты, которые уже начали реабилитацию в санатории на новом оборудовании, замечают эффект. Спину я стала держать лучше. То есть, если на коляске сижу, то больше выпрямленная. Вот как сейчас, да, спинка прямая. А раньше какая у тебя спинка была? Ну, обычно я сделаю, немножко сгорбившись. Мы теперь можем не собирать деньги на лечение, не ехать очень далеко, скажем. А здесь рядышком. Само устройство не входит в перечень оборудования, которым должно оснащаться реабилитационное отделение. Поэтому приобрели его с помощью средств марафона «Поддержим ребенка». Движение занимается покупкой лекарств и оборудования для детских больниц. В прошлом году через марафон удалось собрать 12 миллионов рублей. В этом пока 9. Конечно, у нас есть еще один месяц. И очень хочется верить, что мы достучимся до сердец наших жителей Алтайского края. И нам удастся собрать хотя бы сумму прошлого года 12 миллионов рублей. В противном случае нам придется где-то сокращать какие-то наши финансирования. И кому-то оказать помощь не в полном объеме, а кому-то отказать в этой помощи. Это очень печально. Что касается нового оборудования в санатории, его будут применять не только на пациентах со спинальной мышечной атрофией. На реабилитацию смогут рассчитывать дети с ДЦП, поражениями головного мозга и травмами позвоночника. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком.